Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в себе и в данной ситуации. Встречаюсь с молодым человеком, живем вместе, вроде бы все хорошо и замечательно у нас, но тут недавно нашла на просторах интернета фотографию, на которой была его бывшая девушка. Эта девушка сделал предложение через полгода отношений, хотя они даже не жили вместе. У нас все к этому идет, но меня волнует вопрос, почему он не сделал так быстро предложение, а я до сих пор и жду. Я не могу сказать, что мне брак нужен прямо сейчас, просто идет сравнение со знакомыми, то есть с этой самой бывшей у меня пропадает настроение, не хочется отставать от других. У меня идет какая-то ревность к бывшим, если даже я вижу, что он заходил на страницу бывших девушек чисто, потому что интересно, у меня пропадает настроение, хотя я сама захожу на страницы своих прошлых партнеров. Мне после такого хочется закрыться, игнорить, избегать молодого человека. Я не понимаю, что мне нужно сделать, чтобы наплевательски относиться к его бывшим девушкам и его детям в социальных сетях. При этом молодой человек не поддерживает общение ни с одной из них, их ничего не связывает. Хочется отметить, что парень меня действительно любит и делает все для наших отношений. Первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это то, а вот в чем разница? Вот вы говорите, что болезненно реагируете на то, что он заходит на страницу, а когда вы заходите, и пишете, что вы сами заходите, а в чем разница? То есть, как бы, почему ему нельзя, а вам можно. Вот, ну, просто, в чем разница? Я не в том смысле, что вы не правы. Я просто в том смысле, что, ну, просто, в чем разница. Вы задавали себе такой вопрос? Это первое. Второе. Ну, понимаете, вот недавно нашла на просторах интернета фото, выглядит, звучит, я бы сказал, несколько странно, что ли. Ну, то есть, случайно. Случайно взяли и нашли. Не поверю. Дальше. Вы пишете, почему он не сделал предложение, а это в поршу ду. Не хочется отставать, вы пишете. То есть, понимаете, какая штука, вы не в отношении к человеку находитесь, а вы, а вы бежите марафон. Так вам не так важен человек, сколько некая социальная успешность. Движение по социальной лестнице. Отсюда сравнивание, отсюда ревность, отношение к себе и к молодому человеку, как к средству, к материальной ценности. Это то, что присуще ревности, но никак не из-за интереса к себе и к партнеру. Вы здесь. А вы почему-то упускаете этот факт, что между людьми могут быть разные темпы отношений. С одним человеком отношения могут быть взрывными, страстными, но деструктивными. С другим человеком отношения могут быть более спокойными, более медленными, но куда более зрелыми и крепкими. Такой момент вы упускаете. Как упускаете то, что, пройдя через, например, страст, мужчина мог созреть для выстраивания зрелых отношений. А вот вы, похоже, этого не сделали. Расравниваете свои отношения и отношения молодого человека с другой девушкой. В первую очередь, это говорит о том, что вы сами себе неинтересны. Обесцениваете себя. Понимаете, да? В чем штука? Вот вы пишете, просто идет сравнение со знакомыми, с этой самой бывшей. У меня пропадает настроение, не хочется отставать от других. Вот вы говорите, идет сравнение. Вы задавали себе, откуда у вас вот эта вот тенденция сравнивать возникает? Как она возникает? Вот. Эта история про то, что я все время пытаюсь подтвердить. Подтвердить, что я значимо. Что то, что я делаю, ценно. Я это могу подтвердить. Только... Если буду сравнивать себя, как бы... С другими людьми. Не на себя опираться буду. Но с другими людьми. Грубо говоря, у вас потерян контакт с опой. Вот. Вот как-то так. А почему вам хочется избегать игнорировать молодого человека? Вы себе кажетесь ужасной. И боитесь, что он это увидит. Вот как-то так. В этом направлении вам нужно работать. Решается этот вопрос посредством психотерапии. Но уже сейчас я бы предложил вам сделать следующее. Посмотрите на свои решения, которые вы принимали в недалеком, в прошлом. И на решения, которые стоят у вас сейчас, перед вами. Почему вы отдаёте приоритет в принятии этих решений? Как формируется ваш выбор? Посмотрите на то, как можно описать ваши отношения с молодым человеком. На что они распространяются? А на что нет? Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это важно. Какого рода эти отношения? Отношения это типа открытых, где ни одна тема не является спобу, где люди откровенны, искренне доверяют друг другу. Или это отношения типа формальных, где у нас есть требования, у нас есть социальные роли, мы пытаемся им следовать. Ответьте себе на этот вопрос. Это правда очень важно. На этом всё. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я хотел бы сказать про ревность, о которой вы говорите. Вот вы пишете, я не понимаю, что мне нужно сделать. Ну, пока мы не сделаем анализ вашего прошлого и не поговорим с вами, мы и не выясним причину. Вот. Мы тоже не знаем. То есть, традиционная ревность связана с тем, что я уже сказал. И, соответственно, корректируется именно работа с психологом. Вы готовы к этой работе? Я вам желаю всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.